На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! На городостроительной комиссии сегодня было жарко. Движение имени Владимира Петухова предлагают построить в центре города часовню в память о покойном мэрии. Напомним, первый избранный глава нефтьюганска руководил городом с 97 по 98 годы. Инициативная группа хочет поставить храмовый объект во втором амикрорайоне возле Жемчужной Югры. Это требует изменений в генеральный план города, поэтому администрация предложила другой вариант размещения возле старого кладбища. Там захоронен Владимир Аркадьевич. Однако движение имени Петухова с этим категорически не согласно. Репортаж без комментариев. Данный земельный участок, какие минусы, не имеет подъезда, доступа, что затрудняет строительство. Второй вопрос. На данном земельном участке расположено благоустройство нашей парково-досуговой зоны. Как раз, как мы видим, проходит наша аллея посередине, дальше начинается склон. Мы видим, что он прям по краешку вот этого забора идет и дальше уже начинается склон. Так как перенести данную аллею будет совершенно некуда. Предложения департамента градостроительства о переносе места размещения часовни к старому кладбищу, расположенному по улице Сургутской, были вынесены на общественный совет. Вы посмотрите, там есть зеленая зона, на которой прекрасно может расположиться часовня. Слово часовня и сама часовня, как отец Николай сказал, она же может просто располагаться. Она может быть небольших размеров, она может быть без дверей, с тремя входами, с двумя входами и выходами. То есть мы просим вас рассмотреть вопрос о выделении земельного участка. Мы голосовали первый вопрос, что надо увековечить память. Где? Где случилось? Конечно, на месте. А если там нет уже возможности, там уже, если там не будет, тогда на кладбище. Почему на кладбище? Потому что там его тело, там его память, там можно будет молиться из-за него, из-за всех тех, кто там находится. Второй микрорион, ну сами понимаете, это не место. Поделить вот эту уже благоустроенную территорию, там опять начинать работы. Ну это место и церкви, и старожилов, их может быть спросить, а нужно ли вот это все ломать. Там у нас действительно проходят массовые мероприятия, связанные с весельем, с радостью. В конце концов, у нас там уже это законченный архитектурный объект. У нас там стоит новогодняя елка, у нас дети там гуляют. Это, ну, серьезно, ну, это, по сути дела, перед сценой, которую мы всегда там ставим. Надо построить ее во втором микрорайоне, где расстреляли мэра. Это что такое? Вы пытаетесь говорить от имени горожан, я боюсь говорить от имени горожан. Я говорю от имени администрации, да, что есть опасность и есть возможность того, что люди будут против. Поэтому, первое, если вы обращаетесь за выделением земельного участка, что мне необходимо в первую очередь будет сделать, это проведение, во-первых, выставление этого вопроса на общественный совет, поскольку это имеет большое значение для города. И, второе, это проведение обязательных общественных случаев, слушаний по этому вопросу. От нефтеюганцев опять ждут инициатив. Если у вас есть желание благоустроить свой двор, улицу, город, подавайте заявку. За два года в Нефтеюганске реализовано четыре проекта по программе инициативного бюджетирования. Их авторами стали обычные жители, которые не поленились проявить активность. Как подать заявку и с чего начать, расскажем в нашем материале. Инициативное бюджетирование – это программа для тех, кто хочет жить комфортнее. Кого не устраивают сломанные лавочки и отсутствие спортивной площадки во дворе. Если вы хотите сделать свой город уютнее, надо участвовать. Шансы, что вашу заявку одобрят, очень высоки. Ну, если вы понимаете, видите в городе какую-то явную проблему, да, и хотите это устранить, ну, например, прошлых годов, да, когда улучшали детские площадки, когда устанавливали сцену, устанавливали тренажерные аппараты, оборудование. То есть, то, чего не хватает городу. Чтобы ваш проект рассмотрели, вы должны не просто написать «хочу детскую площадку», а предоставить проект, написать его предположительную стоимость и заручиться поддержкой других жильцов, а еще указать свое участие в проекте. Это могут быть деньги, достаточно небольшой суммы, либо бесплатный труд. Процедура только выглядит сложной. Мы всеми своими силами все-таки пытаемся им помочь, потому что бывает так, что человек, ну, хочет что-то улучшить, но нету либо технических возможностей, либо опыта направляем, помогаем. То есть, не нужно бояться, не нужно сразу откладывать в сторону свою идею, только увидев ту заявку, которую необходимо заполнить. Нужно начать, а дальше мы поможем. После подачи заявки она пройдет рейтинговое голосование. Сначала на сайте городской администрации, где с проектом смогут ознакомиться другие жители, а затем предложение рассмотрит конкурсная комиссия. Она учтет значимость проекта, его актуальность, степень участия жителей в его реализации и стоимость. Жители не могут просчитать на 100% общую сумму затрат, которые они понесут. Именно для этих целей ДЖКХ у нас рассчитывает уже точную стоимость, чтобы мы понимали, какие проекты и сколько проектов мы сможем одобрить. Потому что максимальная сумма и на этот год – это 2 миллиона рублей. То есть, основное из условий – это проект не должен выходить по стоимости за рамки этих 2 миллионов. К сожалению, нефтеюганцы пока не оценили всех преимуществ инициативного бюджетирования. За два года было подано всего 6 заявок. На все вопросы по этой теме вам ответят в Департаменте экономического развития. Телефон 22-96-62. Инна Новикова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». Задача – повысить налоговую грамотность. В «Нефтеюганске» прошли публичные слушания на тему государственной регистрации, контрольно-кассовой техники и валютного законодательства. На него пришли налогоплательщики и индивидуальные предприниматели. Главная ошибка налогоплательщиков – незаинтересованность в получении новой информации об изменениях в законодательстве. Эту проблему помогает решить окружное УФНС. Они организовывают публичные слушания, на которые приглашены налогоплательщики и индивидуальные предприниматели. Так, например, сэкономить налоги бизнесменов помогает участие в системе «Платон». Если вы «Платоном» пользуетесь, допустим, то вы можете в виде компенсационных выплат на единицу транспорта получать льготы. А в прошлом за 17 льгот всего только 135 субъектов воспользовалось этой льготой, хотя у нас порядка 70 тысяч транспортов. Публичные слушания касались изменений законодательства государственной регистрации, применения норм валютного законодательства и контрольно-кассовой техники. 1 июля этого года начинается третий этап реформы внедрения онлайн-касс. Индивидуальные предприниматели могут получить налоговый вычет по контрольно-кассовой технике и срегистрировать до 1 июля 2019 года. Получить налоговый вычет могут налогоплательщики ЕНВД, патентные системы, то есть если патентная система, там поддается уведомление специальной формы, вычет можно получить до 18 тысяч рублей на каждую кассу. Слушание проходит 4 раза в год в разных городах округа. Оно направлено на повышение налоговой грамотности налогоплательщика. У нас работают открытые классы в территориальных налоговых органах, куда может прийти налогоплательщик и получить вопрос, например, по применению специального налогового режима, по применению контрольно-кассовой техники, как зарегистрировать контрольно-кассовую технику. В конце встречи прошел круглый стол с пришедшими жителями города. Специалисты ответили на все вопросы налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей. Виктория Тимофеева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Обрести семью. В Нефтьюганске сегодня под опекой в приемных семьях воспитываются 302 ребенка. Чаще всего ребята из детского дома забирают близкие родственники. Но бывает и так, что совершенно чужой ребенок становится родным. Наша съемочная группа побывала в гостях у 10-летнего Руслана. В семье Картуковых он живет с 3 лет. В семье Картуковых о приемном ребенке задумались, когда поняли, что по состоянию здоровья иметь своих детей они не смогут. Взять малыша из детдома предложил муж. На тот момент они жили в Башкирии и хотели взять себе девочку. Их вывели, нам 5 человек показали. А Руслан у нас самый хитрый оказался. Он сел к папе, наверное, и сказал, папа, ты мне купишь тонк. Этот тонк у него купишь, нет тонк. И все. И он, на них не смотрите, смотрите на меня. И вот он нам стихи рассказывал. Когда Руслана взяли в семью, ему было всего 3 годика. Но мальчик помнит, как он волновался, стеснялся и переживал. Елена вспоминает, как непривычным было для ребенка, что теперь у него есть своя большая комната. Новоиспеченные родители и малыш две недели привыкали друг к другу. Ну потом все, он уже начал к нам подходить, уже обниматься. Он даже не знал, что такое поцелуй и ласка. Ну, я боялся о том, что меня могли не принять. Но семья оказалась очень хорошей, и мне нравится жить. В школе Руслан – хорошист. Большие успехи у него и в спорте. За два года занятий биатлоном в Копелкиноград скопились десятки медалей и дипломов. Так получилось, что когда переехали жить на север, Елена чудным образом забеременела. Родила сына. Папа редко бывает дома, много работает. Приемная мама призналась. Руслан ей очень помогает с домашними делами и присматривает за младшим братом. Мы бегаем, играем, спрятки, памперсы меняем ему, книжки разные, кубики собираем. Кажется, что он у нас с самого рождения, и это уже свой ребенок. Мы не различаем между маленьким и взрослым. То есть это самый старший любимый взрослый, это младший любимый. Всего в Нефтьюганске почти сотни приемных и опекаемых семей. Опекуны – это родственники, а приемные родители – это посторонние люди. Они, как и опекуны, получают ежемесячное пособие плюс вознаграждение. Для того, чтобы взять ребенка в семью, необходимо обратиться в управление опеки и попечительство с заявлением, предоставить ряд документов. Должно быть желание взять ребенка и рассчитывать свои силы на то, что он сможет его довести до совершеннолетия. Жилищные условия – это немаловажный фактор, потому что мы проверяем условия проживания, чтобы было отдельное спальное место и письменный стол, и рабочий как-то в его отдельной комнате. Доходы, конечно, должны быть. Кроме того, прежде чем оформить ребенка в свою семью, нужно будет пройти трехмесячный курс обучения. Виктория Тимофеева, Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». С сегодняшнего дня началась окорицидная обработка города от клещей. Убедительная просьба – не посещать зеленые зоны Нефтьюганска в течение трех дней. Напомним, в этом году в Югре и Нефтьюганске наблюдается небывалая активность клещей. С начала сезона в округе зарегистрировано свыше 700 обращений. Это в два раза превышает показатель прошлого года. Наиболее часто клещи нападают на людей на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха. На втором месте по опасности – дачи и садовые участки. Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова прошел в поселке Пойковский. 20-е юбилейные по счету состязания собрали 10 лучших гроссмейстеров из России, Китая, Индии, Хорватии, Беларуси, Украины и Азербайджана. Подробнее в материале наших коллег. Домой отнесу, буду любоваться. Два уже расписались, а всего семь, осталось еще пять. Заветные подписи, ради которых она проделала неблизкий путь из Сургута. Милена Курленко приехала в Пойковский, чтобы лично получить автографы гроссмейстеров и побывать на торжественном открытии турнира. Такого феерического начала интеллектуальных состязаний еще не было. Лазерные шахматные фигуры сменяли живые короли и королевы. Импровизированная битва черных и белых на сцене говорит об одном – юбилейный турнир стартовал. 20-е международные состязания по шахматам имени Анатолия Карпова собрали 10 лучших гроссмейстеров современности. Из России, Китая, Индии, Хорватии, Беларуси, Украины и Азербайджана. Трое шахматистов здесь впервые. Имена семерых хорошо известны жителям Нефтьюганского района. Безусловно, в Хорватии знают об этом турнире, потому что турнир очень популярный и его поддерживают. Шикарно, вообще все очень нравится. Все шикарно. Андрей Исипенко – самый молодой участник. Ему всего 17, но уроженец Ростовской области уже успел заявить о себе в мире шахмат. Его называют вундеркиндом, прочат большое будущее на черно-белом Олимпе. И Пойковский турнир станет для него очередной ступенью, как некогда для Дмитрия Яковенко. Шахматист из Нижневартовска впервые приехал в Пойковский в 2007-м, став рекордсменом по числу побед в этом турнире. Его шахматная карьера шла в гору. И сегодня он называет себя уже ветераном. Для нас, шахматистов, этот турнир очень много значит. И мы со своей стороны постараемся не разочаровать вас и порадовать красивой игрой. Международный турнир по шахматам входит в тройку сильнейших мировых соревнований, проходящих по круговой системе. За 20 лет в нем приняло участие 65 шахматистов из 33 стран мира. Сам Анатолий Карпов, чье имя носит данный турнир, не раз называл его лучшим шахматным форумом страны. Это турнир, который позволяет показать, что шахматная культура у нас в стране, даже в небольших поселках, позволяет собрать гроссмейстеров международного уровня. Самое главное, что благодаря этому турниру огромное количество наших детей вовлекаются в этот прекрасный вид спорта. И этот праздник был бы невозможен без поддержки власти. Идейный вдохновитель турнира депутата Кружной думы Владимир Семенов отметил, несмотря на то, что небольшому Пойковскому соревноваться с крупнейшими городами трудно, по части шахмат он подает пример многим из них. Югра проделала большой путь, чтобы стать одним из центров притяжения для сильнейших спортсменов России и мира. Планка организации и проведения турнира высока, и теперь главная задача не опускать этот уровень. Конечно, он очень важен для нас, потому что приезжают иностранные гости, нам есть что показать в нашем замечательном районе. И я думаю, что он еще не менее важен для наших жителей, особенно для молодых, для детей, поскольку мы знаем, что этот турнир стал стартовым для организации обучения в школе шахматам во всей Югре вначале, а затем это перешло и в Россию. Сегодня черно-белой игрой увлечены и взрослые дети. Они же являются главными зрителями, которые в течение 10 дней будут следить за шахматными баталиями в Пойковском. Кстати, наблюдать за ходом турнира можно в режиме онлайн. Имя победителя станет известно 15 июня. А сейчас не переключайтесь. Через минуту начнется программа «Вечерний гость». В нашу студию придет главный врач скорой помощи Александр Мошкин. Будем говорить о работе местной неотложки, о том, что делать, если внезапно стало плохо. Телефон прямого эфира 25 14 05. Продолжение следует...